Приветствую, уважаемые друзья! Сегодня мы продолжаем разбор наших работ, работ поставщиков, которые присылают и заполняют карточки компании и описывают свою компанию для дизайнеров. Так, чтобы она была понятная, интересная и чтобы все удалось продавать через дизайнеров. Для этого нужно, естественно, сделать понятное описание. Сегодня мы посмотрим работу мебель премиум класса. Компания у нас уже второй раз присылает карточку, первый раз мы уже поговорили, обсудили, сейчас у нас будет вторая террация уже с графикой. Итак, поехали! Сделали три варианта. Давайте сразу же голосовать, кто сейчас смотрит в том числе нас в записи. То комментируйте, если вы дизайнер, если вы работаете в том числе с поставщиками, насколько вам какой вариант близок понятен, тоже напишите, будет очень интересно. Итак, вариант один. Мебель премиум класса для рабочих мест и офисов. Open space со сроком поставки до трех дней. Здесь уже сразу же оффер был дан. То есть это то, почему стоит покупать, чем отличается от других компаний. Окей, понятно. Дальше. Собственное производство. Какие-то плюсы даны. Гарантия 5 лет. Шоурум, бесплатный тест-драйв образцов. Отлично. Вариант два. Мебель для офиса премиум класса с сроком поставки 3 дня и ниже на 30% европейских аналогов. Это второе спецпредложение. На самом деле тут надо выбрать, какие рекомендации выбрать, что будет основное. Именно для клиентов. Мы же работаем для типа клиентов какого-то определенного. Соответственно, для них будет что-то важнее. В общем-то, оффер как тестируется, чтобы было тоже понимание. Он тестируется на реальных примерах. То есть делается несколько объявлений, вешается и куда кликают люди и потом покупают, то и остается. Поэтому здесь нет такого позиции, что нравится, а что не нравится. Здесь есть позиция, что работает, а что не работает. Для этого нужно протестировать. Давайте обратим внимание. Собственное производство. Гарантия 5 лет. Шоурум. Бесплатный тест-драйв образцов. Ну, нормально. Наверное, я бы бесплатный тест-драйв в первую очередь бы вынес, потому что если мы работаем сейчас в данном случае для дизайнеров, то нам это важно. Шоурум окей, никого не удивишь. Гарантия 5 лет тоже. Отличная продукция, но здесь идет сервис такой вот необычный и на него можно уже делать упор. Собственно, производство. То есть я бы прямо здесь писал бы для дизайнеров что-то мы особенное подготовили. Типа, смотри дальше. Ну, в принципе, и так. Окей. Вариант 3. Офисная мебель премиум класса для рабочих мест и open space со склада в Москве. Отлично, но не хватает еще какого-то все-таки пояснения, дополнения, вот как тут было, что со склада в Москве отлично и чем отличаешься от остальных, допустим, там, европейское качество и по цене ниже. Это классно. То есть всегда цена-качество, оно цепляет на самом деле, тем более в таком сегменте, когда у нас идет такая захват внимания целевой аудитории, там, эконом плюс, бизнес, например, класса. Итак, компания Грукс. Российский поставщик и производитель офисной мебели в современном стиле. Отлично. Основная специализация. Проектируем, производим и продаем офисную мебель с 2001 года. Отлично. Готовые рабочие места. Столы, тумбы, шкафы, стойки, ресепшн, кресла, диваны для офиса. Отлично. Есть складская программа. Есть не надо, просто можно писать складская программа на 50 рабочих мест под заказ срок до 20 рабочих дней. Окей. Привезем, тут можно так написать, привезем за 20 дней. То есть это будет гораздо короче. То есть старайтесь какие-то вещи, да, уменьшать количество знаков и букв, и слов, если есть такая возможность, здесь такая возможность. Привезем за 20 дней. Все супер и понятно. Поможем создать удобный проект, начертим планировку и сделаем остановку бесплатно. Отлично. Предоставим расчет по проекту, дадим скидки на объем. Отлично. Собственная служба логистики доставит монтаж бригады, соберут. Даем гарантию. 5 лет. Отлично. В принципе, мы это уже проходили. Я могу что сказать, что изначально, в принципе, подход менеджера, кто здесь писал, руководителя, был уже очень правильный, очень достойный. То есть внимательно изучили рекомендации и, в принципе, текст получился уже неплохой. Но каждый текст, первое, что в любом случае нужно дать копирайтеру на то, чтобы дотянуть, дошлифовать, это обязательно, после того, как смысл будет согласовано. И второе, вот когда вы будете делать карточку контентную, да, вот уже более детальную, вот на основе того, что вы сейчас придумаете, вы будете делать еще материалы дополнительные, которые будут отдельно там для клиента, отдельно для каждого типа дизайнера. Например, просто можно кого-то уже будет нанять, он будет раскидывать. Вот очень важно здесь давать ссылочки на что-то конкретное. К примеру, предоставим расчет по проекту, дадим скидку на объем. Ну, во-первых, там какую скидку на объем, вот это непонятно. То есть тут лучше указывать, либо не указывать. Сделаем расстановку бесплатно. И сразу же ссылочку на то, как она выглядит. Либо вот здесь тоже приводить. То есть очень важно посмотреть, что за расстановка и как бы показать, что это отдельный продукт. Очень будет круто. Это как дополнительно. Сейчас тоже все хорошо. Рабочие места отлично. Зона переговоров, лаундж-она. Зона отлично. Уникальность следующим идет пунктом. Это очень хорошо, потому что когда мы поняли, чем компания занимается, на чем специализируется, хочется узнать, а чем же ты отличаешься от своего соседа. И здесь это все указано. Я вот не очень сильно приветствую вот это вот. Это то ли было изменено, то ли почему это у меня так отображается. Вот это я до конца не понял. Может быть это было изменено с предыдущего раза. То, что я давал в комментариях. Наши уникальные цены на продукцию дешевле минимум на 30%. То же самое можно сильно уменьшить. Наши цены дешевле на 30% европейских аналогов. Как-то так вот можно, наверное, написать. Достигаем этого за счет используем материалов российского производства. Ну да, прикольно. Чуть-чуть покороче и все замечательно. Я, кстати, первое место работы, где я делал визуализацию, вот как раз Набутас, Литва, вот эта компания, у нас была по поставке офисной мебели. И я рисовал для них визуализацию. Это были первые деньги, которые я вообще заработал. Там так она, по-моему, и называлась. Компания у нас была Норд. И Набутас там вот тоже были, они, я понимаю, дилеры были. Я тогда не знал, чем они занимаются, но вот, видимо, тем же самым ваши коллеги были. Это была вот самая-самая моя первая работа. Недавно я опубликовал ее в Телеграм-канале буквально на несколько сообщений. Называется System Club канал или канал Станислава Орехова, где я отвечаю на вопросы и иногда что-то личное пишу. Вот там как раз-таки такой вот ностальгии меня сейчас взяла. Так, это цены, в общем-то, Литва, а это ваши цены. Я бы как сделал? Я бы сделал вот эту тумбочку и вот эту вместе, то есть что и побольше. То есть тут смысл какой самый главный? Не то, что большое количество делать, а смысл в том, чтобы было вот конкретное сравнение. Тумбочка 1 и тумбочка 2, чуть-чуть прям побольше. Второй класс-то сравнения стол такой-то, стол такой-то, там третий, четвертый, ну либо даже двух достаточно. То есть это должно быть не вот так, как у вас сейчас сделано разнопланово, а должно быть сделано именно было-стало. Знаете, как похудение, да, там было-стало. Так, в принципе, все хорошо у вас. Единственное, что до конца я не понял, ну я так, наверное, догадываюсь, что вы до этого написали. Возможность совмещать различные декоры, ЛДСП. Здесь вы написали, что ЛДСП вроде как все должны знать. Вроде как да, но хорошо, да, допустим, все знают. Окей. Металл, ткани в проекте. Например, одна ткань может быть использована на экране стола, мягкой мебели, вовсе на кресле и так далее. Хочется тоже на это уже посмотреть. Если вы уже картинки даете, хочется посмотреть, типа вот кресло и ткань, фоточки с одной тканью использованы. А вот без одной ткани. Там, допустим, смотрите, оттенок отличается. Это очень сильный инструмент. Если вы же уже пошли на картинки, вот вы сделали заявление. Вот здесь вот условно плюс, а тут минус. Это хорошо, а это плохо. Это с нами, мы, это без нас. Это прям вообще бронебойная просто история. И она считывается, самое главное, без текста. Вы можете текст даже не писать, вы можете просто нарисовать эти две вещи. И людям уже будет все понятно. Это очень круто будет. Предоставим модели мебели в цифровном виде. Объект автокад для использования в визуализациях. Можно скачать на сайте, или наш менеджер пришлет архив на почту. Ну, сразу ссылочку на скачивание на сайт лучше поставить, да? Или менеджер пришлет на почту. Что для этого надо сделать? То есть для этого напишите почту, оставьте какую-то заявку. Клево. Если вы уже картиночки вешаете, то лучше прям 3D Max дать ссылочку, не ссылочку, дать прям эту модельку здесь показанную, что вот она в 3D, вот она уже. И еще, как бы, дополнение, если вы хотите, можно сделать, что это нужно для того, чтобы... А, вот, в визуализациях, да. И визуализацию, как оно использовано. Вот это вот у вас, например, допустим, визуализация, как оно использовано в визуализации. И идеально еще, чтобы было... Опять же, давайте сейчас я в идеальной сразу картине мира рисую. То есть вот вы написали это заявление. Дальше у вас есть какая-то визуализация, да, допустим, вот ваш объект, да, здесь стол стоит, мебель, там шкафы, все дела, которые у вас там необходимы, да, стулья. И отдельно вы рисуете вот этот вот, допустим, 3D-модель этого стола, показываете, что она есть. Вот так вот показываете, что она, вот она стоит. И здесь дополнительно... А, здесь уже не видно, да. Ну, давайте, вот я рисую там справа. Но смысл в чем? Смысл в том, что дополнительно у вас еще тут может быть дизайнер какой-то нарисован. И у него, ну, вот он говорит что-то, типа отзыв какой-то дает. Я скачал модели, построил и там условно заработал там 500 долларов за этот дизайн. Вот это прям вообще было бы суперкейс комиксом. Понимаете, в чем идея? То есть я не то, что говорю, что прям это обязательно надо делать, это я сразу же говорю. То есть сделано сейчас на четверку, хорошее, все супер. Если вот на 5 с плюсом, да, на 10 баллов, это вот делается с помощью комикса. Может быть, либо вам, либо кому-то будет, кто смотрит сейчас нас, это будет очень полезно. Это визуальный элемент оформления. Он сейчас гораздо более важен, нежели тексты. Ну, опять же, у нас сейчас задача, мы все верно бы сделали в любом случае. Это, наверное, очень хорошая карточка, одна из самых лучших, да, получается. Потому что вы именно сделали это текстом. Сейчас то, что я говорю, это не комментарии, как надо исправить, это комментарии на улучшение. Из того, что вы сделали, пока все хорошо. Защита проекта. Мы продаем напрямую без посредников. Ваш проект в единой базе. Это гарантирует ваш бонус, даже если клиент обратится напрямую к нам и просит скидку. Окей. А вы единственные, кто продаете? Вот я пока что-то это не понял. То есть, может быть, куда-то еще пойдут. Я знаю другие компании, тоже есть дилер. Вот как с этим вопросик возникает. Так, следующие. Идем. В принципе, ценообразование. Так, давайте я сейчас сделаю. Оп. Оп. Ага. Мы производим наши продукты с ДЛП Европейского концерна. Один из заводов, который находится в Подмосковье, что обеспечивает быструю поставку материалов. Отлично. За счет этого мы обеспечиваем низкую цену при отличном качестве. С гарантией 5 лет. Супер. Столы. 8900 металлический стол. Так, это что? Эстетично и быстро пачкается. Это, наверное, сюда, да? Регулирование опоры. Отлично. Отлично. Ну, мне нравится. Да, хорошо. Все написано, нарисовано. Классно. Еще, вот, для идеала, да, давайте сразу. Вот у вас стол стоит. Прям совсем клевый, чтобы у вас было. Вот здесь вот этот стол в интерьере. В жизни. И здесь тоже тумбочка в жизни. Как она стоит, да? И сразу же можно кейс подписывать. Эта компания такая-то взяла у нас. Эта компания такая-то. Эта компания такая-то взяла. Опять же, идеально, если еще дизайнер. То есть сразу используйте место, да, чтобы была возможность в дальнейшем показать еще. Было-стало, было-стало. Вот. Очень хорошо у вас пока сейчас сделано. Все классно, молодцы. Так. Ну, тут я читать не буду. Тут типа спецификации. Если мне это надо почитать, я посмотрю. Хорошо. Я бы, наверное, все-таки сократил, потому что вот эта карточка, она как бы такая минимальная. То есть все-таки чуть-чуть поменьше. Допустим. Давайте посмотрим, как это можно сделать. И стоит ли это сделать. Это просто у меня визуальное такое сейчас пожелание. Металлические опоры. С гладкой матовой текстурой. Окраски. У конкурентов обычно шагрение дешевле. О, класс. Супер. Тогда надо рисовать не так. То есть если вы уже перешли на визуальный копирайтинг, то какое у нас выражение появилось. Визуальный копирайтинг. Надо бы запринтетовать и какой-то курс сделать. Короче, если мы делаем визуальный класс. Супер. Буду запускать курс по визуальному копирайтингу. Напишите, если вам это интересно. Я это сделаю. Смотрите. Вот вы стол делаете. Пишите стол. Сколько там? 8900. И свойства его, качества. Значит. Первое. У вас идет металлические опоры. То есть вот здесь вот у вас два опора. Тут LDSP ваше. И здесь уже типа было-стало. Плюс-минус. Типа у нас, у конкурентов то же самое. Было-стало. То есть у вас получается все, что вы сейчас нарисовали, сделано вот еще такой карточкой отдельной, да. Где указано свойства этого стола. Вот примерно так. Вот все вот эти свойства делаете вот так. И у вас в итоге вот она карточка стола. То есть получается карточка продукта такая. Очень круто. Поэтому в дальнейшем рекомендую каждую вот эту вот позицию. Опять же не каждую. Вот самый товар-хит. То есть вы это делаете, потому что это товар-хит, допустим. Но у вас все, между прочим, у вас все, я так понимаю, ну не очень. Это ходовые позиции. Но лучше всего сделать парочку ходовых позиций, либо три. И какое-нибудь там супер дешевое что-то. Вообще самое-самое дешевое, что вы рвете просто всех конкурентов. Это первое сделать. И второе сделать еще там какое-то дорогое. Ну то есть что-то интересное. А еще можно что-то более интересное. Потому что я такое смотрю, ну окей, стандартные шкафы какие-то. А если что-то у вас. Вот я хочу с, ну более дизайнерское что-то. Вот на фоточках я вижу. На фоточках что-то интересное. Какие-то цвета там есть. Какие-то здесь более интересные какие-то решения. Вот эти, да. То есть на фоточках классно. А в предложенном вами здесь, я так понимаю, либо что-то среднее по цене. Это хорошо. Опять же минималочку и максималочку. И было будет супер. Доставка и монтаж. Минимальная стоимость поставки 2 тысячи. За это газ, газель, фортранзит. Максимальная стоимость 10 тысяч. КамАЗ. Стоимость монтажа зависит от суммы закупки. Сумма закупки, сборки. Так, отлично. Вот это что за таблица я не понял. Если она не нужна, лучше удалить. Встановка входит стоимость монтажа. Что за расстановка? План мебели, да, наверное. Вывоз, утилизация упаковки, включая погрузки 5 тысяч рублей за авто типа газель. Отлично. При сумме закупки 500, если доставка, сборка, упаковка бесплатно для клиента, при учете продаж товара без скидки, в случае предоставления скидки. Тут, да, что-то как-то очень много всего написано. Ну, наверное, да, так надо. Типа это какой-то типа подзвездочка хочется. Либо какой-то список. Какая-то типа техническая информация. Вот как куда-то вот ее сюда, вот к каким-то мелким шрифтом. Она как бы сильно не важна. Но хорошо, что она написана, потому что классно. Всегда возникает вопрос типа, что входит, что нет. Я здесь квалифицирую у вас сейчас как человек и компанию, которая вообще понимает, что куча будет мелких процессов. И что эти мелкие процессы, вы о них знаете, вы о них подумали, они у вас учтены и в стоимости они включены. Это очень круто. Молодцы. Мне нравится. Дополнительные услуги. Кроме продукции, собственно, производства, мы специализируемся на поставке продукции. Других производителей работаем с брендами. Chairman, офисное кресло, бюрократ. Так, так, так. Так, что не хватает здесь? Во-первых, у вас очень много всего, с чем вы работаете. Вот эта тема. То есть много. И смысл не в том, что вы из Google переписываете, чем они занимаются, а смысл в вашей оценке мероприятия. Знаете, как книги, допустим, да, говорят, вот я советую какую-то книгу, бывает подборки книг, допустим, либо фильмов. Chairman, офисное кресло. Почему вы считаете, что они хорошие? Почему вы выбрали с ними сотрудничать? Почему вы выбрали Chairman, а не, допустим, какой там у нас есть, какой-нибудь другой бренд, да, допустим, Herman Miller, да, так он называется, вот у меня там стул стоит. Почему не этот, да? Почему именно такой? Наверное, именно Chairman, он соотносится с вашей продукцией по цене и качеству, да? Ну, а это важно. Вот бюрократ, то же самое, офисное кресло. Почему? В каком случае вот это выбирать, в каком вот это? У вас места вот здесь вот много, посвятите ему это место советам, то есть дайте советы вашим потенциальным читателям, что вы покажите себя экспертам, скажите, вот мы рекомендуем вместе, вместе с нашей продукцией покупают еще вот это. И вот почему. Круто. Вы одновременно сами будете экспертом и покажете заботу о покупателе. В данном случае мы являемся партнерами, они конкуренции и дополняем наш инструмент. Отлично, отлично. Также считаем доставку, разгрузку и монтаж. Еще, кстати, неплохо, так как у вас тоже, я так понимаю, стулья есть или нет, не знаю. Если есть тоже стулья, надо понять, в каком случае покупать надо у вас, в каком случае обратиться сюда. Это тоже не указано. Это тоже будет очень полезно, потому что именно эту информацию дизайнер скажет и обсудит с клиентом как раз-таки тоже. У нас на рынке офисной мебели с 2001 года под брендом такой-то продажа офисной мебели, 2000 открыли собственно производство мягкой мебели, отлично, из маленького цеха выросли в производстве. Так, отлично. Развиваем новый бренд офисный, так, производим современный проект, отлично. Наша основная целевая аудитория – юридические лица, мы работаем как с честным, так и с государственным учением. А дизайнеры являются тоже, и дизайнер можно так написать, потому что я как дизайнер не считаю себя юридическим лицом, хотя по факту считаюсь таким, да, то есть надо написать и дизайнера. Большой опыт участия в государственных закупках, и что нам это дает, что у вас большой опыт участия, ну как бы это хорошо или плохо, непонятно как. Так, ну то есть немножко я не понимаю, как дизайнер, что мне из этого делать. То есть и что хочется здесь дописать, и будет круто. Нашей корпоративной клиентами являются такие команды Альфа Банк, отлично, отлично, вел он, супер. Ну вот эти вот все компании прикольно логотипчиками тоже давать, просто потому что они быстрее считываются, и видно, что вы молодцы. Процесс работы, работа строится во нескольким сценарием, у вас есть готовый проект, тут надо понять, что для дизайнера скорее всего, тут подписать, что для дизайнера процесс работы строится примерно таким образом. Строится в несколько сценариев, у вас есть готовый проект, вам необходимо подобрать под него мебель, в данном случае, вот не надо в данном случае, просто менеджер проконсультирует вас, подберет необходимое. Надо сценарий писать, если у вас есть проект, пришлите планировку мы ее сделаем за вас вот все четко и понятно не надо вот сложная история у вас нет проекта только т.з. от клиента в данном случае менеджер может проконсультировать продукт что в какие сезоны офиса можно поставить при необходимости вышли там файл для проекта либо составим его то же самое смотрите какой какой смысл у дизайнеров почитайте в книге там в книге там написано у нас есть разные категории дизайнеров есть те которые хотят сами все оставлять но лучше как бы чтобы вы оставляли конечно большинство дизайнер согласятся с удовольствием чтобы вы оставляли это все если вы скажете что вы молодцы смотрите как ваша задача первое если у вас есть тоже отлично присылать если ты за нет в принципе я бы на вашем месте даже подготовил бонусную информацию это был бы такой вот лид магнит да так называемый то есть если вы работаете с офисом кстати у меня очень часто это спрашивают дизайнер мы просто с офисами не работаем поэтому меня нет какой-то там квалифицированной анкетки я так и по живому делу если у вас есть анкетка по которой вы делаете и составляете работу по офису как надо делать как дизайнер это составлять как дизайнер это делать то это будет очень круто почему потому что дизайнер это нужно и вы можете на сайте где-то здесь кстати если вы работаете с клиентами скачайте нашу методичку до в которой вы узнаете как надо какие вопросы надо задавать клиенту для того чтобы провести проект для того чтобы сделать дизайн проект правильно и качественно вот и там вы все это дело расскажите поэтому это вот отличная история сюда добавить такая вот идея у меня возникла у вас есть конкретный список мебель, которую вы самостоятельно подобрали на нашем сайте, в данном случае мы подготовим. Тоже все хорошо, чуть более сжато. То есть, первый случай, то есть, тут немножко размаза, тут копирайтинг надо подтянуть, взять копирайтер, и он вам все подтянет. В целом, окей, все хорошо. А так скучно сейчас вот это все читать, ты это не проматываешь и не фиксируешь. Копирайтер нужен. Оплату мы принимаем различными способами, зналичный расчет, наличные оплаты по банковским банкам. Тоже вот лишняя эта информация, просто оплатить по безналу, по наличному расчету, по карте, без проблем. Так, что у нас дальше? Срок изготовления мебели 20 дней, есть классская программа на 50 рабочих мест. Отлично. Гарантии контроля качества в зависимости от категории продукта предоставим гарантию. Гарантия на корпусную мебель такая-то, такая-то. Мне кажется, хорошо. Миссия бренда – обеспечить возможным дизайнерам, интерьерам, архитекторам, корпоративным клиентам. Быстро и удобно реализовывать уникальные проекты для современного офиса и современных людей, оснащая рабочее пространство, качественным мебельным. Это вот как будто, типа, чем вы всем занимаетесь. Такой вот общий смысл. Миссия, она, наверное, все-таки, ну, не знаю, окей, давайте оставим. Хорошо, пусть будет, я не буду сюда лезть. Это отдельная история. Командом отдельно работаем с этим вопросом. Пусть будет такая. Принципы ограничений. Мы уважаем всех наших клиентов и ценим их время. Понимаем, что существует конкуренция на них, поэтому стараемся предлагать решения, которые позволяют нам быть выше конкурентов. Что-то вы написали как-то вот непонятную историю. То есть мы понимаем, что есть конкуренты, поэтому стараемся быть лучшими. Нет, это какая-то странность. Существует ряд ограничений, о которых мы должны сказать. Вот. Это достаточно. Вот это вот удалите, а это оставьте. Нестандартный продукт с единичным зубляр не изготавливается только в рамках проекта от миллиона рублей. Отлично. Да, если вам надо индивидуальные изделия, типа, это не к нам. Нормальная история. Отличная, четкая позиция. Супер. Мы не работаем с пластиком, натуральным камнем. Тоже классно. Мы не выезжаем на объект для замеров помещений. Окей. А работаете по готовым замерам. Да? Супер. Где их взять? Взять либо клиент, либо самостоятельно. Отлично. Мы не платим откаты бонуса конечным клиентам. Окей. Плачиваем агентское предложение только с официальным договором. Значит, все. Мне нравится. Да, нормальные ограничения. Супер. Работа с дизайнером. Персональный менеджер, который будет курировать все вопросы, связанные с вашим проектом или необходимость общаться с вами. Тоже все хорошо, но очень сложно написано. Персональный менеджер для вашего проекта выделяется, и вы там с ним решаете все вопросы. Ну, даже еще, наверное, более кратко как-то сделать. Предоставим 3D-модель мебель, которую можно использовать в визуализации. Отлично. Шоурум переговорный, который дизайнер может использовать для переговорки с заказчиком, а наши менеджеры проконсультируют с линейкой ассортимента нашей фабрики. Здесь есть образцы готовой продукции. Ну, окей. Шоурум. Да. Хорошо. Пусть будет. Выплачиваем агентское вознаграждение. Можно с маленькой буквы. В среднем 10% стоимость проекта без повышения цен для клиента. Отлично. Контакты для связи. Пожалуйста. Ну что? По-моему, прикольно, интересно. Если кто-то сейчас слушает, смотрит нашу запись, то комментируйте, кто имел дело с компанией, кто хочет посотрудничать. Как вам карточка? Как вам описание? Как вам мои рекомендации и комментарии? Согласны, не согласны? Если вы дизайнер, тоже напишите. И я думаю, что ребята все учтут и сделают замечательный продукт, который будет эталоном и будет радовать всех нас, дизайнеров, которые работают в индустрии дизайна корпоративных и офисных интерьеров и поставляют мебель. Мне карточка понравилась. Большие молодцы. Есть куда стремиться и расти. Удачи в разбитии. Субтитры создавал DimaTorzok